Приветствую вас, дорогие братья и сестры, любовью Господа нашего, Мессии Иисуа и Иисуса Христа. Слава нашему Богу, что мы сегодня собрались в этот благословенный Шаббат, чтобы услышать слово жизни, Евангелие, спасение, благодать Божию для нашей жизни, для нашего ежедневного пути, который ведет нас в Царство Небесное, в Царство Господне. Сегодня, дорогие мои, находимся с вами за два дня, 20 апреля 2024 года, за два дня до наступления праздника Песоха, праздника Пасхи. В этом году этот праздник придет в силу вечером, в понедельник. И первый день этого праздника будет вторник. Итак, дорогие, вот эти дни, которые предшествуют этому празднику, я хочу с вами поделиться некоторыми духовными, библейскими, историческими размышлениями о тех казнях, которыми Господь Бог поразил египтян, для того, чтобы заставить египетского царя-фараона вывести Израиль из Египта под предводительством Моисея, Моше. И вот это, я думаю, очень важная тема. Мы о ней, может быть, вообще никогда не проповедовали, не особенно вникали, изучали. Но эта тема занимает достаточно много глав в книге «Исход». Книга «Исход» или книга «Шмот» на иврите, это вторая книга Библии, вторая книга Торы. Главы «Исхода» седьмой по двенадцатую посвящены десятью казням. Как Бог постепенно поражал египтян этими казнями. И это было сильным Божьим наказанием за грехи этого народа. И сейчас мы давайте вместе, вначале, дорогие, узнаем, что это были за казни. Потом мы порассуждаем над тем, какие цели были достигнуты, когда Бог поразил египтян этими десятью казнями. Какой пророческий смысл есть у этих казней на будущее? И это мы увидим через очень интересный сравнительный анализ книги «Исход» с книгой «Откровения Иоанна». И после этого, дорогие, я с вами еще поделюсь интересными данными о десяти казнях из двух научных, исторических, теологических материалов, которыми я хочу с вами поделиться. И затем также вам немножко расскажу о том, что у нас есть дополнительный источник египетский, который тоже нам повествует о том, как происходили десять казней. То есть получается, что десять казней имеют не только библейское основание, но также египтяне упоминали эти казни. Я вам немножко расскажу об этом археологической находке, об этом документе, который археологи, историки нашли и почему это важно для нас сегодня. Так что, я думаю, будет интересно, что-то мы новое узнаем для себя, и это будет укреплением нашей веры в Божье Слово, в Его обетование, знание того, что еще грядут великие суды на этот мир, не только уже на Египет, и не только десять казней. И то, что мы узнаем из книги Откровения, и, конечно, духовные выводы для нас сегодня. Да благословит Святой Израилев все эти размышления. Итак, давайте начнем с того, что у нас десять казней, как я уже сказал, записаны в книге Исход 7 по 12. И когда мы изучаем еврейскую терминологию описания этих казней, есть некоторые вопросы, даже я бы сказал некоторые сложности в определении того, в определении некоторых казней. По некоторым казням все ясно и понятно, но некоторые немного по-разному можно интерпретировать. И сейчас я вам расскажу, дорогие, одну версию этих десяти казней, как они упоминаются. Итак, десять казней египетских следовали одна за другой после очередного отказа фараона отпустить израильский народ. Итак, первая казнь – превращение воды в кровь. Можем открыть наши Библии и прочитать, где об этом написано. Книга Исход, седьмая глава, я прочитаю вам стихи 20 и 21. Итак, Исход, седьмая глава, стихи 20 и 21. «И сделали Моисей и Арон, как повелел им Господь. И поднял Арон жезл свой и ударил по воде речной перед глазами фараона и перед глазами рабов его, и вся вода в реке превратилась в кровь». Очень интересное описание. Дальше мы читаем стихи 21. Итак, Исход, семь, двадцать один. «И рыба в реке вымерла, и река восмердела, и египтяне не могли пить воды из реки, и была кровь по всей земле египетской». Исход, семь, двадцать один. Исход теперь, семь, двадцать два. «И волхвы египетские чарами своими сделали то же, и ожесточило сердце фараона, и не послушал их, как и говорил Господь». Итак, дорогие братья и сестры, перед нами идет первое историческое описание первой казни превращения воды в кровь. Вторая казнь была – это нашествие жаб. Читаем об этом в книге Исход, восьмой главе, шестой стих, Исход, восемь шесть. «Арон просер руку свою на воды египетские и вывел жаб, и вышли жабы и покрыли землю египетскую». Третья казнь была – нашествие мошек. Итак, читаем с вами Исход, восемь семнадцать. «Так они сделали, а Арон простел руку свою жезлом своим и ударил в перст земную, и явились мошки на людях и на скоте. Вся персть земная сделалась мошками по всей земле египетской». Четвертая казнь была – это наказание пёсими-мухами. Исход восемь двадцать четыре. Читаем следующее описание. Исход восемь двадцать четыре. «Так и сделал Господь. Налетело множество пёсих-мух в дом фараонов и в домы рабов его, и на всю землю египетскую. Погибла земля от пёсих-мух». Пятая казнь была – мор скота. Исход девять шесть. Здесь мы читаем следующее. «И сделал это Господь на другой день, и вымер весь скот египетский. Из скота же сынов Израилевых не умерло ничего». То есть мы видим, что Бог защитил скот израильтян, но погубил весь скот египтян. Переходим к следующей казни. Следующая казнь была – язвы и нарывы. Читаем исход девять десять. Язвы и нарывы. «Они взяли пепло из печи и предстали пред лице фараона. Моисей бросил его к небу, и сделалось воспаление с нарывами на людях и на скоте». То есть мы видим, что в этой казни страдают не только люди, но и скот. Итак, исход девять десять. Седьмая казнь была – гром, молнии и огненный град. Читаем исход девять, двадцать три, двадцать четыре. «И простер Моисей, жезл свой к небу, и Господь произвел гром и град, и огонь разливался по земле, и послал Господь град на всю землю египетскую. И был град, и огонь между градом, град весьма сильный, какого не было по всей земле египетской со времени населения ее». Восьмая казнь была – нашествие саранчи. Исход десятая глава, стихи с тринадцатого по пятнадцатый. Нашествие саранчи. «И простер Моисей, жезл свой на землю египетскую, и Господь навел на сию землю восточный ветер, продолжавшийся весь тот день и всю ночь. Настало утро, и восточный ветер нанес саранчу. И напала саранча на всю землю египетскую, и легла по всей земле египетской в великом множестве. Прежде не бывало такой саранчи, и после всего не будет такой». Стих пятнадцатый. «Она покрыла лице всей земли, так что земли не было видно, и поела всю траву земную, и все плоды древесные, уцелевшие от града, и не осталось никакой зелени ни на деревах, ни на траве полевой во всей земле египетской». Девятая казнь, то есть предпоследняя казнь, которую Господь поразил в Египет, была тьма. Мы читаем исход десять двадцать двадцать два. «Моисей просил руку свою к небу, и была густая тьма по всей земле египетской три дня». И десятая казнь, самая тяжелая казнь, которую Бог поразил Египет, это была смерть первенцев. Исход двенадцать двадцать девять. «В полночь Господь поразил всех первенцев земли египетской, от первенца мой фараона, сидевшего на престоле своем, до первенца узника, находившегося в темнице, и все первородное из скота». Итак, мы с вами видим, что Бог очень сильно поразил фараона и всю землю египетскую за их ожесточение против Господа и против Его Святого Слова. Итак, есть интересное различие по поводу четвертой казни. Я вам, как прочитал в синональном переводе, четвертая казнь была наказанием пёсами и мухами. Но когда мы смотрим с вами текст на иврите, то там стоит слово «аров». И вот тут комментаторы не уверены, как однозначно передать смысл термина «аров». Поэтому есть такое понимание, что четвертая казнь была наказанием пёсами и мухами. Но есть другое понимание, другое толкование, что речь идет о нашествии диких зверей на Египет. Поэтому есть вот две возможности понять, что тут произошло на самом деле. Одна говорит, что это наказание пёсами и мухами, а другая говорит, что это было наказание нашествия диких зверей на Египет. Возможно ли, что было и то, и другое? Вот тоже может быть. Ещё интересный момент, на который я обратил с вами внимание, это вот третья казнь. Третья казнь в первой версии – это нашествие мошек. Но когда мы смотрим опять-таки термин на Еврите, там написано слово «фши» – «иным». «Иным» – это «фши». То есть из этого можно сделать вывод, что весь Египет наполнился «фшами». То есть мы понимаем, что «фши» – это очень-очень-очень-очень нехорошая вещь, когда появляются «фши». Теперь, если у нас ещё какие-то различия по другим казням, по другим казням у нас фактически нет больше различий. То есть фактически вот эти десять казней, те, которые описаны у нас в Писании, так они и были. Только есть возможность, возможно, немного по-разному толковать именно вот две казни. Третья казнь и четвёртая казнь. Третья казнь – «фши» или «нашествие мошек». А может быть, это было и то, и другое. И четвёртая казнь – наказание пюсами и мухами. Или это были дикие звери, нашествие диких зверей на Египет. То есть, возможно, тут речь идёт даже о своего рода такой комбинации божьих наказаний, божьих судов, которые пали на Египет. Итак, мы с вами уже узнали, дорогие братья и сёстры, что это были за казни. Мы даже узнали с вами, что, возможно, это была комбинация страшных, тяжёлых наказаний, которые Бог поразил Египет. Очень интересное размышление. Теперь мы переходим к следующей части нашей проповеди. И сейчас мы постараемся с вами ответить на следующий вопрос. Почему, или зачем, или для какой цели Господь Бог поразил Египет десятью казнями? На иврите это известно как «асер-хамакот». Так это вот, все из-за лица не знают, да, «десять казней». «асер-хамакот». Так это звучит на иврите. Итак, давайте посмотрим с вами, дорогие братья и сёстры, что нам открывает Священное Писание. Почему это Бог сделал? Зачем это Бог сделал? Смысл этого всего? И мы с вами разберём, дорогие братья и сёстры, шесть ключевых причин, или шесть ключевых предназначений. Зачем и почему? Итак, первое, что открывает нам Божье Слово. Через наказание десятью казнями Бог исполнил своё Слово, которое он дал ещё праотцам, патриархам Аврааму, Исааку и Якову. Итак, откроем наши Библии на второй книге Библии, вторая книга Торы. Это книга Шмот, книга Исход. И прочитаем сейчас с вами вместе Исход, третья глава. И хочу прочитать с вами двадцатый стих. Итак, Исход 3, 20. «И порастёр руку мою, и поражу Египет всеми чудесами моими, которые сделаю среди его, и после того он отпустит вас». То есть мы видим с вами, дорогие, да, что Бог сказал это слово Моисею. И вот, когда приходят десять заповедей, Бог исполнил то слово, которое он сказал Моисею. Он действительно простёрствовал руку на них, и он поразил Египет всеми чудесами его. Интересно, что казни Божьи называются здесь его чудесами. Почему? Потому что, когда Бог вмешивается в ход природы или в ход истории, это является чудо. Поэтому Бог, он Бог чудес. Он вчера, сегодня и во веки тот же. Он не меняется. Мы верим в Господа Бога чудес. Итак, мы здесь видим, дорогие братья и сёстры, что чётко, ясно Божье Слово говорит, что это слово, которое должно исполниться. Это первая причина. Господь исполнил слово Своё, данное Моисею. И также Он исполнил то слово, которое Он дал патриархам. Читаем об этом в книге Исход 6.6.8. Тоже слова Господне Моисею, уже с ссылкой на Авраама Исаака Якова, на патриархов. Читаем такие слова. Итак, скажи сынам Израилевым, я Господь и выведу вас из-под иго египтян, и избавлю вас от рабства их, и спасу вас мышцею простёртую и судами великими, и приму вас себе в народ, и буду вам Богом, и вы узнаете, что я Господь, Бог ваш, изведший вас из земли египетской, из-под иго египетского. И выведу вас в ту землю, о которой я, подняв руку мою, клялся дать её Аврааму, Исааку и Якову, и дам вам её в наследие. Я Господь. Итак, мы видим с вами, дорогие, что Бог поразил египтян для того, чтобы исполнить своё слово обетование, которое Он дал патриархам еврейского народа, Аврааму, Исааку, Якову, конечно же, затем Моисею и подтвердил это своими чудесами, которые Он соделал на земле египетской. Так, это первая причина. Вторая причина. Господь это соделал, наказал египтянестю казнями, для того, чтобы потом Божий народ вспоминал о милости Божьей, которую Он совершил среди египтян. И так, мы видим, дорогие, что этот же принцип тоже виден здесь в исход 6.6.8. Итак, особым образом хочу обратить ваше внимание на конец 6 стиха Бог спасёт мышцу простёртую. Мышца простёрта, зроа не туя на иврите. Это такое вот сильное выражение, которое указывает на Божью могущественную руку вмешательства в ход греховной человеческой империи. И вот Господь, Он простирает руку, Он производит над ними что? Суды великие. Десять казней это были великие Божьи суды над Египтом. И здесь мы видим, что Господь отдаст эту землю Израилеву в наследие. То есть мы видим, что Господь потом будет напоминать Израилю об этих чудесах. Читаем об этом также в книге Исход 12 глава 25 стиха. Книга Исход 12 глава с 25 по 27 стихи. И тут говорится в контексте десятой казни поражения первенцев. И вот какую заповедь Господь оставил через Моисея для израильского народа. Исход 12, 25, 27. Когда войдёте в землю, которую Господь даст вам, как Он говорил, соблюдайте сие служение. Это какое-то пасхальное служение. Песах, которое мы будем праздновать на этой неделе, в ближайшей неделе. И когда скажут вам дети ваши, что это за служение, скажите им, это пасхальная жертва Господу, который прошёл мимо домов израилевых в Египте. Имеется в виду, когда была десятая казнь, поражение первенцев. Когда поражал египтян, и домы наши избавил. И преклонился народ, и поклонился. Аминь. Итак, мы видим с вами, дорогие братья и сёстры, что в книге Исход, в 12 главе, мы видим вторую причину десяти казней, в особенности десятой казни. Это событие, которое народ Божий будет вспоминать на все времена. Так оно и есть. Третья причина, я бы сказал, одна из самых ключевых, что через десять казней Бог произвёл суды над уже богами Египта. И когда мы говорим о уже богах, мы подразумеваем, что речь идёт не только о идолах, которым они поклонялись. Камни, деревья, животные и тому подобное. Мы знаем, что за этими идолами, за этими уже богами скрываются на самом деле бесы. То есть, когда Бог навёл эти казни на Египет, Бог осудил этих нечистых духов, этих бесов, силы тьмы, которые восстали против Господа, которые ввели в страшное заблуждение и выдавоклонство и всякие мерзости сатанинские, целый египетский народ. Где об этом мы читаем? В Библии. Исход, 12 глава, 12 стих. Очень легко запомнить. Читаем вместе Слово Божье. Тут написано следующее. А я всю самую ночь пройду по земле египетской и поражу всякого первенца в земле египетской, от человека до скота, и над всеми богами египетскими произведу суд. Я Господь. Итак, мы видим, что Господь через эти казни произвёл суд. Над кем? Над богами египетскими. Речь идёт не о просто каких-то там идолах, каких-то там истуканах, которым они поклонялись. Не над этим Бог произвёл суд. Он произвёл суд над духовными мерзкими существами, бесами, уже богами, которым поклонялись египтяне. Вы понимаете, насколько это всё серьёзно, дорогие? Посмотрите, ещё одно подтверждение этому. Это книга «Числа». Числа 33, стих 4. Книга «Числа» 33, стих 4. Здесь мы читаем следующее слово. «Между тем египтяне хоронили всех первенцев, которых поразил у них Господь. И над богами их Господь совершил суд». Вот вам Божье слово чётко говорит. «Бог Яхве, Адонай, Господь Единый Всевышний, Бог Авраама Исаака Якова, совершил суд над богами, уже богами, нечистыми духами, бесами Египта». Вот вам что говорит Божье слово. Мы должны понять, дорогие братья и сёстры, что когда Господь совершал этот суд, Он делал великое дело, да, то есть Он совершал, Он осудил, да, Он осудил их и уничтожил их, да. Теперь посмотрите на то, что написано в книге Второзакония 32. Книга Второзакония 32 глава, стих 8. И здесь как раз-таки говорится про то, как Бог, когда произошло разделение народов, в книге Бытия в 10 главе, да, Бог разделил народы, помните, да, и в этот момент мы знаем, что там произошло, Бог уделил эти народы кому? Разным духовным существам, которые известны как сыны Божьи. И вот посмотрите, что написано в книге Второзакония 32.8. Когда Всевышний давал удел народам и расселял сынов человечеств, и где об этом написано? Книга Бытие 10 глава, там написано об этом, и также Бытие 11 глава, также там говорится о том, когда Бог разделил один язык на все языки. И дальше написано, тогда поставил пределы народов по числу сынов Израилевых, так говорит синодальный перевод по числу сынов Израилевых, то тогда еще сынов Израилевых не было в небытие, поэтому это неправильный перевод. Когда мы смотрим здесь на перевод греческий Ситуагинта, и когда мы также тут смотрим на перевод рукописи Мертвого моря, рукописи Мертвого моря, Кумран, текст Кумрана, рукописи Мертвого моря, книга Второзакония, то здесь написано сыны Божии, то есть тогда поставил пределы народов по числу сынов Божьих. О каких сынах Божьих идет речь? Сыны Божьи это небожители, ангелы. Мы читаем о них впервые в Библии в книге Бытие в 6 главе, когда сыны Божьи оставили небо и спустились на землю, чтобы иметь отношение с женщинами на земле, и Бог осудил их за это. Читаем это в книге Бытие в 6 главе. Итак, мы четко ясно видим, что книга Второзакония 32,8 говорит нам о тех давних событиях, которые произошли, когда Бог поставил пределы народов по числу сынов Божьих. Не сынов Израилевых, но сынов Божьих, потому что тогда еще не было вообще сынов Израилевых как народа. А вот стих 9 уже говорит про Израиль, про сынов израильских. Тут написано «Ибо часть Господа народ его, Яков наследственный удел его». То есть идет контраст между народами, которые были отданы сынам Божьим и между единственным народом, избранным Господом Богом, и это народ Якова, народ Израиля, еврейский народ. Итак, мы видим с вами, дорогие, что духовная война произошла, когда Бог поразил уже богов Египта. И когда мы немножко вникаем в историю и культуру Египта, то мы с вами хорошо понимаем, что когда Бог превратил воды в кровь, что когда было нашествие жаб, нашествие мошек, что когда было наказание пёсими, мухами, что когда был мор, скота, когда были язвы и нарывы, когда был гром, молнии и огненный град, когда было нашествие саранчи, когда была тьма, когда погибли первенцы, это всё было поражение уже богов Египта, которые отвечали за все вот эти системы жизни в Египте. Вы понимаете, да? То есть, например, превращение воды, какой воды? Реки Нил. То есть, Бог превратил реку Нил во что? Он превратил её в кровь. То есть, Бог унизил уже бога Нила. Вы понимаете, да? Потом жабы, потом мошки, потом мухи, скот, мор, да? То есть, каждая казнь Божья, она соответствовала одному или нескольким уже богам Египта. То есть, у них был пантеон. Они были политеисты, то есть, многобожники. Они поклонялись всему и чему угодно. Вы понимаете, да? Поэтому это было поражением вот этой всей ложной религии Вавилона в духовном смысле, которая сосредоточена была на тот момент в египетской империи. Бог их всех не свожил. Вы понимаете, да? И когда он поразил фараона и его сына, сын фараона погиб, его первенец. Почему? Потому что мы знаем, что по верованиям египтян фараон был сам бог Ра. Да, то есть, у них был такой вот уже бог, которого они звали Ра. И фараон, они верили, что сам фараон является этим уже богом. Да, и вот был поражен его сын, его первенец. Вот. То есть, мы видим, да, что это было сильнейшим ударом по миру тьмы, по царству тьмы. Господь Бог их уничтожил и поразил. Это было сильное поражение, которое Господь здесь совершил. Слава Богу! Теперь мы видим с вами, что дальше мы узнаем, да? Теперь четвертая цель, или четвертая причина десяти казней. Это было сильным свидетельством для египтян. Обратите внимание на книгу Исход 7-5. Исход 7-5. Тут мы прочитаем очень интересный отрывок. Исход 7-ая глава, прочитаем с вами 5-й стих. «Тогда узнают все египтяне, что я, Господь, когда простру руку мою на Египет и выведу сынов Израилевых из среды их». Итак, мы видим, что одна из целей поражения десятью казнями была, чтобы египтяне узнали, что есть единый истинный Господь Бог. Пятая причина, дорогие, зачем и почему пришли эти десять казней? Это для того, чтобы дать Израилю великое служение, Пасху, Песах, праздник освобождения, праздник победы добра над злом, праздник победы света над тьмою. Посмотрите, как об этом мы читаем в книге Исход 12-й стих 23-й. Книга Исход 12-я глава 23-й стих. И пойдет Господь поражать Египет и увидит кровь на перекладине и на обоих косяках и пройдет Господь мимо дверей. Вот отсюда и происходит слово Пасах пройти мимо. Пасха на русском языке или на английском Pass over пройти мимо и не допустит губителю войти в домы ваши для поражения. Вот вам, дорогие, десять казней, двенадцатая казнь и установление великого праздника, великого служения Пасахи, Песах. Для нас, верующих Господа Ишуаха Мащеха и Иисуса Христа 1 Коринфянам 5-7 Посмотрите, что здесь написано. Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха наша Мессия Христос заклан за нас. Аминь. Вот вам Дух Божий повел апостол Павла в его письме Коринфянам открыть нам великую духовную истину, что мы, верующие, должны очистить себя от всякой старой закваски. Почему мы должны кушать бесквасной хлеб? Мацу. Потому что маца это бесквасной хлеб, она без закваски. мы сегодня с вами не только должны кушать мацу, но мы должны быть сами этой мацой. Мы должны быть сегодня с нами этим бесквасным хлебом. Почему мы должны быть бесквасным хлебом? Ибо Пасха наша Мессия Христос закван за нас. Ишуах Хмошех Иисус Христос и есть это самая великая пасхальная жертва агнец Божий, который взял на себя грехи всего мира. Слава Господу! Итак, мы увидели с вами, дорогие, уже четыре причины, зачем Бог навел десять казей на Египет. Первая причина была исполнить свое слово Аврааму, Исааку, Якову и Моисею. Вторая причина события, которые они должны были вспоминать. Третья причина суд над богами Египта. Четвертая причина свидетельство для Египта, чтобы они познали, что есть Господь Бог единой истиной. Пятая причина через эти десять казней, в особенности последняя казнь, десятая казнь, это было установление служения Пасхи, великого праздника Господнего. И теперь мы с вами дошли до шестой причины. Шестая причина, почему Господь Бог наказал Египет, для того, чтобы показать, использовать это как пророческий образ на то, что произойдет в будущем. я вам сейчас покажу примеры из шести казней, шести казней, из десяти казней, которые придут на этот мир в будущем, когда придет великий судный день. Об этом открывает, об этом нам говорит книга Откровения Иоанна. И сейчас давайте мы посмотрим с вами конкретно по Писанию, вы сами это увидите, какие из этих десяти казней придут на весь мир, не только уже на Египет, но на весь мир. И последняя книга Библии, книга Откровения, нам четко ясно об этом говорит. Итак, первая казнь, это была казнь крови. Бог превратил воду реки Нил в кровь. Давайте прочитаем об этом книге Исход 7.20. Исход 7.20. И сделали Моисей и Аарон, как повелел им Господь, и поднял Аарон жезл свой, и ударил по воде речной пред глазами фараона, и пред глазами рабов его, и вся вода в реке превратилась в кровь. Теперь мы посмотрим, что произойдет в будущем. Книга Откровения Иоанна, последняя книга Библии. Читаем с вами восьмую главу. Откровение восьмая глава, стихи 8 и 9. Итак, Откровение 8, 8, 9. Второй ангел вострубил, и как бы большая гора, пывающая огнем, низверглась в море, и третья часть моря сделалась кровью, и умерла третья часть одушевленных тварей, живущих в море, и третья часть судов погибла. Итак, особое внимание обратите на последнее слово восьмого стиха. Третья часть моря сделалась кровью. Не напоминает ли вам это что-то? Лично мне это ясно указывает, что это ссылка на первую казнь, которую Бог поразил Египет. Первая казнь была превращение воды в кровь. Мы только что об этом прочитали в Египет 7, 20. Посмотрите, где еще говорится о том, что будет с этой первой казнью. Откровение 11, 6 стих. Они имеются ввиду два свидетеля, которые придут на землю, имеют власть затворить небо, чтобы не шел дождь на землю в одни пророчествования их, и имеют власть над водами превращать их в кровь. Посмотрите, тут четко язвно написано. Будущие два свидетеля будут иметь власть от Бога, превращать воды в кровь дальше, и поражать землю всякую язвою, когда только захотят. Вот вам еще одна ссылка в книге Откровения на первую казнь Египта. Читаем дальше. Откровение 16 глава. Откровение 16 глава, стихи с 3 по 6. Опять говорится про кровь, про это наказание, страшное наказание, которое будет. Откровение 16, стихи с 3 по 6. Второй ангел вылил чашу свою в море, и сделалась кровь, как бы мертвеца, и все одушевленное умерло в море. Третий ангел вылил чашу своей в реки и источники вод, и сделалась кровь. И услышал я ангела вод, который говорил, правитель ты господи, который есть и был и свят, потому что так судил за то, что они провели кровь святых и пророков, ты дай вам пить кровь. Они достойны того. Какой страшный суд. Представьте себе, это то, что еще никогда не было на земле, это то, что произойдет в будущем, дорогие братья и сестры. Это все про первую казнь. То есть мы видим, 10 казней указывают на будущей казни, которую Бог не зальет, как свои суды на этот мир, перед вторым видимым пришествием Иисуса Христа с неба. Теперь мы переходим к следующей казни. Следующая казнь была нашествие жаб. Мы читаем об этом в книге Исход 8.6. Кроме нашей Библии на книге Исход 8.6. Книга Исход 8.6. Аарон просер руку свою на воды египетские и вывел жаб. И вышли жабы и покрыли землю египетскую. Итак, что будет в будущем? Придут ли опять жабы на землю? Посмотрите, что написано в книге Откровения. Это еще хуже, чем то, что было в Египте. Итак, читаем книгу Откровения Иоанна, 16 главу, и прочитаем с вами стихи 13 и 14. Откровение 16, стихи 13 и 14. И видел я выходящих из уст дракона. Кто это дракон? Дьявол. Из уст зверя. Какой зверь? Будущий человек беззакония. Антихрист, который придет. Из уст уже пророка. Еще появится самый последний уже пророк. Мы знаем, что сегодня в мире много уже пророков. Но придет самый последний уже пророк. И тут описано трех духов нечистых, подобных кому? жабам. Какой мерзкий образ. Три беса, которые подобны жабам. Стих 14. Это бесовские духи, творящие знамения. Они выходят к царям земли всей вселенной, чтобы собрать их на брань. Он и великий день Бога Вседержителя. Итак, вот вам ссылка на то, что было в Египте. Жабы. Но тут уже не просто появятся земные физические жабы. То, что будет страшно и неописуемо. То, что мы тут сейчас прочитали. Это нечистые духи, подобные жабам. Страшный образ. Храни нас Господь от всякой межности духовной. Теперь мы посмотрим на следующие наказания, которые были. Мы знаем, что Господь поразил египтян язвами и нарывами. Помните, да, я вам рассказал? Язвы и нарывы. Прочитайте исход девятой власти в десятый. Они взяли пепло из печи и представили пред лице фараона. Моисей бросил его к небу и сделалось воспаление с нарывами на людях и на скоте. Вот, что было тогда. Что будет в будущем? Читаем об этом в книге Откровения 16.2. Откровения 16.2. Пошел первый ангел и вылил чашу свою на землю и сделались жестокие и отвратительные гнойные раны на людях, имеющих начертания зверя и поклоняющихся образу его. Вот вам, дорогие братья и сестры, что говорит нам Божье Слово, что Бог будет поражать тех, кто будет поклоняться антихристу и образом будет их поражать, чем? жестокими и отвратительными гнойными ранами. Вот что будет. Не напоминает ли вам это то, что было в Египте? Очень уж напоминает. Посмотрите, как Бог работает. Посмотрите, что в Библии один Бог, в Библии одно спасение, в Библии одна истина от бытия до откровения, и никто не имеет права не удалить ничего из Божьего Слова и не добавить ничего к нему. Следующая казнь, в чем Бог поразил гром, молнии и огненный град. Где об этом мы читаем? Книга Исход 9, 22, 24. Итак, книга Исход 9, 22, 24. И сказал Господь Моисею, простри руку твою к небу, и падет град на всю землю египетскую, на людей, на скот и на всю траву полевую в земле египетской. И простер Моисей сжазал свой к небу, и Господь произвел гром и град, и огонь разливался по земле. И послал Господь град на всю землю египетскую, и был град, и огонь между градом, град весьма сильный, какого не было во всей земле египетской со времени населения ее. Посмотрите теперь, что будет в будущем. Книга Откровения 8, 7. Что придет на эту землю? Книга Откровения 8, 7, здесь мы читаем следующее слово. Первый ангел вострубил, и сделались град и огонь, смешанные с кровью, и пали на землю, и третья часть дерев сгорела, и вся трава зеленая сгорела. Итак, мы здесь четко, ясно видим, что говорит Божье Слово. По Писанию написано здесь, что Бог послал град и огонь, смешанный с кровью. Итак, мы увидели с вами Откровение 8, 7, что тут написано, что ангел вострубил, и сделались град и огонь, смешанные с кровью, и пали на землю. Из-за этого, что произойдет, сгорит, третья часть деревьев сгорит, и вся трава зеленая сгорит. Вот, что Господь говорит, это то, что произойдет в будущем. Не напоминает ли вам это то, что было здесь, на страницах Священного Писания? Четко ясно, это то, что было, и то, что произойдет уже не на таком узком масштабе только для Египта, но глобально для всего мира. Теперь мы переходим с вами, дорогие братья и сестры, к следующему эпизоду, и это у нас будет следующая казнь, и следующая казнь была, это тьма. Бог поразил тьмою Египет, где об этом мы читаем, книга Исход, 10 глава. И мы сейчас с вами прочитаем то, что говорит Божье Слово. Итак, Исход 10, 21 и 22. И сказал Господь Моисею, простри руку твою к небу, и будет тьма на земле Египетской, осязаемая тьма. Моисей простил руку свою к небу, и была густая тьма по всей земле Египетской три дня. Что произойдет в будущем? От книга Откровения Иоанна, 16 глава, стих 18. И далее. И произошли молнии, громы и голоса, и сделалось великое землетрясение, какого не было до тех пор, как люди на земле. Такое землетрясение, так великое. И город великий распался на три части, и города языческие пали, и Вавилон великий воспомянут перед Богом, чтобы дать ему чашевина ярости гнева его. И всякий остров убежал, и гор не стало. И град величиною в талант пал с неба на людей. И хулили люди Бога за язву от града, потому что язва от него была весьма тяжкая. И последняя казнь, которая была в Египте и которая указывает на будущее, это нашествие саранчи. Читаем об этом в книге Исход. Исход, десятая глава. Давайте откроем на нашей Библии, на второй книге Библии, книга Исход, книга Шмот на еврите, книга Исход, десятая глава. И сейчас прочитаем стихи 4 и 5. Исход 10, 4, 5. А если ты не отпустишь народа моего, то вот завтра в это самое время я наведу саранчу на всю твою область. Она покроет лице земли так, что нельзя будет видеть земли. И поесть у вас все оставшееся на земле, уцелевшее от града, объест также все дерева, растущие у вас в поле. Стих 6. И наполнит домы твои, домы всех рабов твоих и все домы всех египтян. Чего не видели отцы твои, не отцы отцов твоих до сего дня, как живут на земле даже до сего дня. Моисей обратился и вышел от фараона. Итак, мы видим, что Господь поразил Египет саранчою. Будет ли что-то подобное в будущем? Да, еще как. Посмотрите на книгу «Откровение Иоанна». Откровение 9 глава. Откровение 9 глава, стихи 3 и 4. Откровение 9, 3, 4. «И из дыма вышла саранча на землю, и дана была ей власть, какую имеют земные скорпионы. И сказано было ей, чтобы не делала вреда траве земной и никакой зелени, никакому дереву, а только одним людям, которые не имеют печати Божией на челах своих». Итак, мы видим, что в будущем будет страшное нашествие саранчи на землю. Вот что говорит Божье Слово. Это будет такая саранча, ей будет она власть, какую имеют земные скорпионы. Идет дальше описание того, что описание этой страшной саранчи, бесовской саранчи, которая еще появится на земле. Такого братья и сестры мир не видел, но это все еще будет в будущем. Итак, мы с вами увидели, дорогие братья и сестры, что шестая цель или причина этих десяти заповедей это пророческое, это указать на то, что произойдет еще в будущем. То, что даже Египет не испытал в те давние времена. Теперь я хочу перейти с вами, дорогие братья и сестры, на еще интересные такие вот размышления немного о казнях египетских. Казни египетские. Итак, какие интересные у нас есть еще факты, с которыми я хотел бы с вами поделиться. Я также приветствую Стаса, который подключился к нам. Мы видим, что ключевой фразой, которая повторяется в книге «Сход» главы 7 по 12 является следующее. «И вы узнаете, что я Господь Бог ваш». Эта фраза повторяется в книге «Сход» 6-7, 7-5, 8-22, 10-2 и 14-4. Бог сказал самому фарону такие слова. Книга «Исход» 9-16. «Я сохранил тебя, чтобы показать на тебе силу мою, и чтобы возвещено было имя мое по всей земле». Мы знаем, что Господь Бог вдохновил псалмопевцев, чтобы они также напомнили Израилю и будущим читателям Библии об историчности и духовной глубине этих казней. Обратите ваше внимание, например, на псалм 77-й, псалм 77-й, стихи 41-го по 51-й. Я зачитаю некоторые места из этого псалма. Псалм 77-й, 41-го по 51-й стихи. Мы тут читаем такое. «Не помнили руки его дня, когда он избавил их от угнетения, когда сотворил в Египте знамения свои чудеса свои на поле Цуан и превратил реки их и потоки их во что? В кровь, чтобы они не могли пить, послал на них насекомых, чтобы жалили их, и жаб, чтобы губили их. Земные произрастания ходал гусеницы и труд их саранче, виноград их побил градом и сикамор их льдом, скот их предал граду и стадая их мунем, послал на них пламень гнева своего и негодование, ярость и бедствие посольство злых ангелов. Видите, да? То есть было участие злых ангелов во время десяти казней. Это псалом 77. Дальше читаем. Уравнял стезю гневу своему, не охранял души их от смерти, и скот их предал моровой язве, поразил всякого первенца в Египте, начатки сил шатрах хамовых. Это все псалом 77. Теперь псалом 104. Псалом 104 также отражает десять казней египетских. Псалом 104 стихи 26 по 36 читаю. Здесь написано следующее. Послал Моисея раба своего, Аарона которого избрал. Они показали между ними слова знамений его и чудеса его в земле хамовой. Послал тьму и взял мрак и не воспротивили слову его. Предложил воду их в кровь и уморил рыбу их. Земля их произвела множество жаб, даже в спальне царей их. Он сказал, и пришли разные насекомые с скнопы во все пределы их. Вместо дождя послал на них град. Палящий огонь на землю их и побил виноград их и смоковницы их и сокрушил дерева в пределах их. Сказал, и пришла саранча и гусеницы бесчисла и съели всю траву на земле их и съели плоды на полях их и поразил всякого первенца в земле их, начатки всей силы их. Вот вам Дух Господень, Дух Бога Живого вдохновил псалмопевцев в псалмах 77 и 104 вновь напомнить о том, что Бог соделал в Египте. Еще интересные моменты, дорогие, на которые я обратил наше внимание. Есть вот такая интересная одна статья, она как раз про казни египетские. И там задается вопрос, почему именно 10 казней? Почему именно 10 казней? И я вам сейчас прочитаю несколько ключевых моментов, на которые автор этой статьи обратил внимание. Нам известно, что Бог ничего не делает случайно. И тем более в истории выхода из Египта, который является началом становления евреев как нации не было случайностей. Почему же именно 10 казней? Всевышний создал мир 10 словами, 10 речениями. Мир был создан для того, чтобы дать человеку возможность исправить себя и мир, в котором он обитает и таким образом получить максимальное вознаграждение за свои действия. Это вознаграждение, в свою очередь, является максимальным добром, которое может получить творение отворца. Египтяне отрицали факт создания этого мира всевышнего и дошли до того, что приписали создание мира самим себе. Куда мы это знаем? Фараон сказал, посмотрите, какие фараоны сказали, они записывали у пророка Иезекииля. Иезекииль 29 Агбабасихи 3,9. Еще раз, Иезекииль 29,3,9. Слова фараона. Что он говорил? Нил мой, и я создал его. Вы видите? Вот что говорил фараон. Он думал, что он есть творец Нила. Какой самообман дьявола. Но он не творец Нила. Господь Бог Израилев. Йодхэй Вавхэй. Яхве. Адонай. Он единственный единый Господь Бог, сотворивший Нил и все во всем. Поэтому мы видим, что Бог поразил Нил, фараона и Египет. Теперь понятно, почему египтяне, отрицающие создание мира десятью речениями и препятствующие дарованию Торы, основанные на десятию заповедях, подверглись десяти казням. Посмотрите, десять изречений сотворения мира, бытие первого, потом десять казней против Египта, книга исход, глава седьмой по двенадцатую. И противовес этому мы видим, Бог дает свой закон, свою Тору Израилю, которая отражена в десятью заповедях на двух скрижалях. Десять заповедей, книга исход, двадцатая глава. То есть во всем мы видим, да, Божий план, как он действует и работает, и как он управляет всем. Теперь хочу кратко рассказать вам о том, что кроме того, что мы читаем в Библию о десяти казнях, мы также имеем египетские источники, которые говорят, что были десять казни. Почему это важно? Потому что атеисты, агностики и критики Библии говорят, что не было десяти казней. Они не верят в это. Но вот вам доказательства. Археологи нашли папирус, который называется Ипуэр папайрус, это на английском Ипуэр 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 Папайрус, не знаю точно название на русском языке, но на английском он звучит как Ипуэр Папайрус. И это древний египетский документ, который является внебиблейским доказательством того, что это было. Этот папирус рассказывает о страшных бедствиях, которые пришли на Египет. Самая древняя копия этого папируса датирована 1400 годом до нашей эры, то есть 15 век до нашей эры. и достаточно близко к дате исхода Израиля из Египта. Есть разные исторические предположения, но одно из самых возможных это, что исход произошел в 1446 году до нашей эры, 15 век до нашей эры. Вот этот папирус, Ипуэр папирус, единственный моноскрипт древнеегипетской поэмы, которая учеными обозначена как папирус Лайден Ай 344. Эта поэма известна как «Учение Ипуэра». Новое издание этого папируса известно как «Диалог Ипуэра и господина всех». Мы знаем, что один ученый по имени Джованни Анастаси приобрел этот папирус в 1828 году. Сейчас этот папирус находится в городе Лейден в Нидерландах, Голландии, в музее. И если кратко рассказать, какие казни упоминаются в этом папирусе. Там упоминается первая казнь «Превращение реки Нил в кровь». Там упоминается пятая казнь «Смерть всех домашних животных». Там упоминается также седьмая казнь, когда Бог не спас славный Египет огонь, град, с неба. Там также упоминается девятая казнь, когда Бог не спас лавт на Египет тьму. И также там упоминается последняя десятая казнь, это смерть первенца. Вот вам, дорогие братья и сестры, пять казней, которые упоминает ИПВР Папирус, как древнеегипетский документ, который подтверждает историчность того, что мы читаем в священных писаниях. Это очень интересно, полезно и нужно нам всем знать. Итак, подвести итог моей проповеди сегодня. Что нам сегодня сказал Господь через свое слово? Господь нам открыл сегодня, дорогие братья и сестры, что Библия это истина, что то, что написано в Библии, это не сказки, это не байки, это не кто-то там что-то сказал, нет, это истина Божья, которой мы верим и знаем, что это так. Мы видим, что то, что там написано на самом деле было в истории, и у нас даже есть исторические археологические подтверждения этому. Мы с вами узнали, дорогие братья и сестры, что 10 казней это был удар по уже богам Египта. Мы с вами узнали, что через эти 10 казней Бог дал через это Израилю свой великий праздник Песах, Пасху. И мы увидели с вами, дорогие, что в будущем грядут великие казни на этот мир, подобны тем 10 казням, которые были, которые Бог поразил Египет. Вывод для нас следующий, дорогие братья и сестры, что мы сегодня имеем только надежду спасения в Господе нашем Иисусе Христе, Ищуам Ащехи. Он есть наша Пасха. И завершу словами апостола Павла к Фессово-Никицам. Первое посвание апостола Павла к Фессово-Никицам читаю с вами пятую главу девятый стих. Итак, 1-го апостола Павла к Фессово-Никицам пятая глава девятый стих. Потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа, умершего за нас, чтобы мы бодрствуем ли или спим, жили вместе с Ним. Посему вещевайте друг друга и досидайте день другого, как вы и делаете. Слава Господу! Аллилуйя! Аминь. Слава Господу! Слава Господу! . Это сливочая